Через несколько лет Усть-Каменогорск может столкнуться с дефицитом тепловой энергии. По расчетам энергетиков, в 2020 году действующие городские ТЭЦ не справятся с выработкой тепла в нужном объеме. Уже сейчас для стабильного тепла снабжения не хватает 250 гигакалорий в час. Это практически пятая часть от общей генерации. Тему продолжит Вячеслав Ветлугин. О необходимости строительства новой ТЭЦ общественник Олег Чернышев говорит давно. План застройки Усть-Каменогорска он просчитал на 30 лет вперед, учитывая данные по демографии и экономической ситуации в регионе. По этим показателям вывел баланс производства и потребления тепловой энергии. Требуется сегодня строительство новой ТЭЦ. То есть реконструкции тех ТЭЦ, которые есть, и тех котельных, которые есть, их будет недостаточно. По регламенту строительство ТЭЦ это где-то 5-7 лет. А уже через 8 лет, по прогнозам областного управления статистики, численность населения Усть-Каменогорска увеличится на 100 тысяч жителей. В городе ударными темпами возводят два новых микрорайона. Строительный бум в Усть-Каменогорске продолжается уже несколько лет. До конца года в городе возведут 116 многоэтажек, 27 соцобъектов и предприятий. А новых ТЭЦ как не было, так и нет. Областной центр с динамично растущей инфраструктурой обслуживают лишь две теплоцентрали, работающие на максимуме своих возможностей. 9 котлов и 8 турбин из Каменогорской ТЭЦ сегодня выдают 880 гигакалорий в час. 80% всего выработанного тепла поступает в дома и квартиры гаражан. С учетом дальнейшего расширения жилого фонда, энергетики предлагают план подстраховки, установка дополнительного котла, способного отопить 300 многоэтажек. О монтаже данной конструкции речи пока не идет. По вполне банальным причинам. Котло-агрегат стоит 30 миллиардов тенге. И реализация такого дорогостоящего проекта, вероятнее всего, скажется на потребительских тарифах. Мы сейчас прорабатываем вопрос строительства котла номер 16. Это наш урокод сегодня прорабатывает различные варианты. Во-первых, технические варианты поставки такого котла, или привлечения, или строительства котла. И второй вариант – это финансирование. В новом генплане города место расположения новой ТЭЦ четко обозначено. Определена мощность теплоцентрали. Но вот средства для ее возведения в городской казне не предусмотрены. Есть схема теплоснабжения, то, что институт разработал. И дальше сегодня мы несколько раз собирались в области, обсуждаем, как это дело продвинуть. Понятно, что это очень дорогостоящий проект. И сходу просто не получится. Поэтому в поисках инвестора. Местные власти вплотную занялись поиском серьезного инвестора. Строительство ТЭЦ с нуля потребует уже не 30, а 180 миллиардов тенге капитальных вложений. Вопрос окупаемости новой ТЭЦ и доли участия в проекте частного капитала сейчас прорабатывается. Вячеслав Петлугин, Дмитрий Пыхтин. Итоги дня. Кусть-Каменогорск. Продолжение следует...